Здравствуйте! Вы смотрите программу «Саратов сегодня» в студии Екатерины Игнатьева и смотрите выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Магия пластичных движений и грация. В Саратове прошел фестиваль восточного танца. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заштормило. В эти выходные Саратовскую набережную накрыло волнами. Привычно тихая Волга стала походить на бушующее море. Огромные потоки воды, ударяясь о парапет, выплескивались на первый ярус набережной. Необычное для реки состояние жители запечатлели на свои мобильные телефоны и выложили в интернет. Между тем погода разыгралась не на шутку и принесла массу неприятностей всему городу. Сильный ветер повреждал вывески, рвал провода, валил деревья и сносил крыши. Очевидцем последствий урагана стала жительница одного из домов Носхи. Утром я встала вчера, в воскресенье, стала окно за навеску открывать. И увидела вот оторванный лист железа. Позвонила в МЧС. Мне сказали, приняли. Сегодня утром я уже позвонила в дом управления. Сказали, тоже вызов принят. Ну, а железо как висел, так и висит. А внизу музыкалка. Дети маленькие выходят. Ну, мало ли что может быть. Никто не виноват, никто не застрахован. Такую же картину можно увидеть на нескольких домах Саратова. Так, у здания на пересечении Советской и Провианской стихия частично сорвала крышу. В результате ЧП никто не пострадал. Многие жильцы четырехэтажки в тот момент были за городом. Субботнего шторма на Волге не выдержала и Саратовская набережная. На участке от Московской до Вольской в нескольких местах провалился асфальт. Одна из самых крупных ям образовалась в районе Обуховского переулка. Провал около двух метров в длину и двух в ширину. При этом рабочие, которые проводят ремонт на участке набережной, даже не позаботились о том, чтобы выставить предупреждающие знаки. Местные жители говорят, что периодически наблюдают новые ямы, как на старой набережной, так и на новой. Причем появляются они обычно после осадков. Жители надеются, что в ближайшее время набережную приведут в порядок, тем более на этом участке сейчас идет ремонт. Однако возникают сомнения по поводу того, что в дальнейшем провалы вновь не образуются. Напомню, уже несколько раз на новом участке набережной обваливался асфальт. Причем происходило это после многократного ремонта. Крупную партию наркотиков изъяли саратовские полицейские. В ходе обыска квартиры, которую снимал 23-летний местный житель, правоохранители обнаружили около 3 килограммов соли и свыше полукилограмма курительной смеси. Также в квартире находились весы со следами наркотиков и материалы, предназначенные для расфасовки запрещенных веществ. По версии следствия, молодой человек действовал не один, а в составе преступной группы. Сбыт наркотиков они организовали в ряде регионов России через интернет. Подозреваемый получал и хранил крупные партии, а также делал закладки для тех, кто в дальнейшем реализовывал товар. Кроме того, оперативники задержали сбытчика наркотиков. У него в ходе досмотра изъяли около 5 граммов запрещенных веществ. Подозреваемым за хранение избыт наркотиков в особо крупном размере грозит до 20 лет лишения свободы. Ну а прямо сейчас на связь выходит наш корреспондент Полина Попенец. Она расскажет о происшествиях, случившихся на территории Саратовской области за минувшие выходные. Полина, приветствую и тебе слово. Здравствуйте, Екатерина. Начну с ДТП в центре города. Авария произошла в минувшие выходные на улице Киселева. Федай-солярий сдвигался в сторону железнодорожного вокзала. По предварительной версии водитель превысил скоростной режим и не справился с управлением, едва не зацепив еще несколько автомобилей на участке от Горького до Чапаева. Машина врезалась в световую опору. Удар был такой силы, что водитель иномарки погиб на месте. Очевидцы вызвали спасателей и скорую. Медицинская помощь потребовалась двоим пассажирам автомобиля. Их в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. В Ленинском районе перевернулась иномарка. ЧП произошло на пересечении проспекта Строителей и улицы Тархова. В автомобиле Форд находились две девушки, одна из них за рулем. В какой-то момент она не справилась с управлением на скользкой дороге и через встречную полосу вылетела в кювет. В результате иномарка перевернулась. Из автомобиля выпала пассажирка, ее придавило машиной. Очевидцы помогли перевернуть иномарку и помогли пострадавшей выбраться. Также они вызвали скорую помощь, обеих девушек госпитализировали. На парковке около торгового центра иномарка сбила двух пенсионерок. Несчастный случай произошел накануне днем. Двигавшийся задним ходом Митсупиши Падже разбил женщин 75 и 76 лет. За рулем автомобиля находился 30-летний мужчина. По официальной версии он не посмотрел по сторонам, когда сдавал назад. Обеих пострадавших отвезли в больницу. Однако жизнь одной из них спасти не удалось. Из многоквартирного дома в центре Саратова эвакуировали 25 человек. Пожар произошел в субботу 2 апреля в однокомнатной квартире 9-этажного дома, расположенного на улице Белоглинской. В результате пожара погибла женщина. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры. Горели вещи в комнате и на балконе. В этот же день в Саратове произошло возгорание в электрощитовой 9-этажного дома на улице Новоастраханская. Из дома был эвакуирован 31 человек, в том числе 6 детей. Согласно сводкам МЧС региона, за минувшие выходные в Саратовской области было ликвидировано 15 пожаров, 4 из них в Саратове. К этой минуте у меня все. Мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе. Екатерина, вам слово. Спасибо, Полина. А я напомню, наш съемочный группа находится в центре управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области. И это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за минувшие выходные. Депутат Госдумы Глеб Хор подал документы в Саратовское региональное отделение о партии «Единая Россия». Ранее народный избранник представлял в парламенте Краснодарский край. Теперь хочет принести пользу и Саратовской области. Предварительное голосование для него – это возможность ознакомиться с проблемами региона и понять, чем может быть полезен. Многие темы для него известны, но для подготовки предвыборной программы Глеб Хор планирует узнать о них более подробно. Проблемы многие понимают, но хотелось бы понять еще поглубже. Поэтому обязательно обращаться с гражданами один на один. Обязательно поедусь по региону по всему, посмотрю, что здесь происходит. И после этого уже для себя и для партии буду ставить другие за вопросы. Участие Глеба Хора в предварительном голосовании позволит усилить позиции региона и помочь в решении социально-экономических проблем области, уверены представители партии. Попробовать же свои силы в большой политике может любой желающий. Правда, для этого необходимо не иметь судимости и активов за границей, а также не состоять в других политических партиях. Правда и непредвзятые факты – два основных критерия политического рейтинга от издания «Провинциальный телеграф». Накануне предстоящих выборов в Государственную и Городскую думу, которые пройдут этой осенью и в преддверии масштабной областной избирательной кампании 2017, журналисты еженедельника решили помочь читателям разобраться, кто есть кто в предвыборной гонке и в целом в региональной политике. Никаких заказных списков не будет, отмечают авторы рейтинга. Для достоверности фактов журналисты использовали лишь научные методы и аналитику. В перечень войдут порядка 80 политиков областного масштаба, а также те, кто представляет наш регион на федеральном уровне. Мы сделали попытку замерить их медиа-активность, то есть подошли сугубо научно, постарались быть максимально объективны. И этот рейтинг направлен на то, чтобы показать, насколько наши политики активны. Кто попал в список и почему не попал в рейтинг председателя общественной палаты Александр Ландо, можно будет узнать уже завтра в новом выпуске еженедельника «Провинциальный телеграф». До Всероссийского аграрного форума партии «Единая Россия» остаются считанные дни. Сформировать исчерпывающую повестку для обсуждения сейчас стараются сельхозпроизводители региона совместно с федеральными парламентариями. Как раз для этого в Балаковском районе состоялось заседание дискуссионной площадки «Агропромышленный комплекс и социальное развитие села». Какие вопросы волнуют наших аграриев, узнала Екатерина Заграничная. Андрей, опускай и пошли. Операция по спасению земель сельхозназначения. 10 лет это поле было заброшенным. В результате стало источником всевозможных вредителей и сорняков. От подобного соседства серьезно страдают многие фермеры региона. Готовы вот так же взять ее в обработку, чтобы выращивать урожай. У нас есть силы, есть техника, есть люди. Так что мы можем взять еще землю, увеличить сельную площадку. Но не могут. Нынешнее законодательство пока не позволяет легко и быстро возвращать в оборот годами неиспользуемые земли сельхозназначения. Общую для многих проблему поднимают аграрии на дискуссионной площадке «Агропромышленный комплекс и социальное развитие села», которая проходит в рамках подготовительного этапа к проведению аграрного форума «Единой России». Все здесь сидящие знают, какой это длительный процесс изъятия земли. Три года трогать нельзя, потом они переименовываются, опять три года и так дальше, и так дальше. Земля в итоге зарастает, а рядом люди работают. Вот такая ситуация. Председатель комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Николай Панков отмечает, насколько актуальна эта проблема как для нашей области, так и в целом для страны. И уже сейчас в Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект, согласно которому будут наказывать владельцев, которые не обрабатывают землю два года, а не пять лет, как это было раньше. Как один из авторов этого документа Николай Панков подчеркивает, нет такой задачи отобрать у одних, поделить и раздать другим. Есть цель – сельскохозяйственная земля должна работать. И новый механизм должен заставить недобросовестных собственников либо работать самим, либо дать возможность это делать другим. На сегодняшний день каждый из вас знает, что земли не оформлены на кого-то, ее фактически нет. А есть земля, которая кем-то была приобретена и не работает сегодня. Вот об этих землях мы их говорим. Такой земли у нас в стране 28 миллионов гектаров. Еще одна проблема – водообеспечение и мелиорация. Агрария и представители Саратов-Мелеоводхоза с благодарностью отмечают, насколько существенная помощь со стороны федерального центра им была оказана в прошлом году, когда в условиях чрезвычайной засухи районы Заволжья в прямом смысле спасли от обезвоживания. Но делать это становится все сложнее, так как сама система орошения нашего региона нуждается в спасении. В этом году ситуация складывается еще сложнее. У нас финансирование складывается на 27 процентов, что больше сокращать некуда. Мы превращаемся в сторожей. Не ремонтировать не можем, ни функции свои выполнять. Как никогда актуальным для сельхозпроизводителей остаются и вопросы льготного кредитования. Большинство аграриев вынуждены брать кредиты на покупку техники, оборудования, удобрений. Но особенно в Заволжье люди, зависимые от климатической зоны, зачастую становятся заложниками кредитной системы. Даже просто получить заем в банке не всегда удается. Если когда начинаешь оформлять кредит, возьмем 30 лет назад, то, наверное, та папка бумаг, которую мы оформляли, в разы была тоньше по сравнению с тем, что творится сейчас. Николай Панков замечает, и по этой проблеме в аграрном комитете есть решение, как сделать процесс кредитования более понятным и удобным для аграриев. И сейчас этот документ находится на рассмотрении. В основе многих законодательных инициатив лежат именно те актуальные проблемы, с которыми сталкиваются аграрии в том числе и нашего региона. Поэтому их мнения, идеи и предложения особенно важны и будут учитываться. Сам форум партии «Единая Россия» проводит для того, чтобы выслушать мнения аграрного сообщества по тем вопросам, какие волнуют сегодня аграриев. Почему выбрана именно наша область? Я просто уверен в том, что в целом государство и партии «Единая Россия» понимают, насколько важен вклад наших саратовских аграриев в общую задачу по продовольственной безопасности страны. И для нас это очень важно и ответственно. Все озвученные на площадке вопросы и предложения детально проработают, обобщат и вынесут на обсуждение на предстоящем аграрном форуме «Единой России». Он пройдет в Саратове уже в середине апреля. Екатерина Заграничная, Никита Развожаев, Денис Злобин, Саратов 24. Еще одна актуальная тема, о которой сейчас с опаской говорят аграрии, это увеличение акцизов на ГСМ. Особенно их волнует дизельное топливо. Удорожание однозначно скажется на себестоимости сельхозпродукции и больно ударит по карману многих фермерских хозяйств. Окажут ли помощь сельхозпроизводителям и кто позаботится о кошельках простых саратовцев? На этот и другие вопросы ответит экономист Александр Неверов. Сегодня он гость в студии программы «Прямая речь», которая выйдет в эфир сразу после выпуска новостей. А пока к другим темам. Расстояние турниру не помеха. Это доказали не совсем обычные игроки и на непривычном поле. Саратовские заключенные сразились в шахматы с отбывающими наказания в колониях Чикаго. Свидетелем нестандартного матча с интригующим финалом стала Полин Пенец. Второй тур сложился намного проще для российской страны. Опасностей больших не было. А первый тур был очень даже неясный. Дает анализ игры. Никто-нибудь. Знаменитый шахматист, чемпион мира Анатолий Карпов. Именно он три года назад стал инициатором таких онлайн-турниров. Интересно и то, что Игорь Васильев, который играет сегодня, еще в 2010 году принял участие в сеансе одновременной игры с известным спортсменом. Я научился в детстве играть, но начал играть в местах лишения свободы. На воле я не играл. И получилось так, что выиграл в турнирах, в соревнованиях. Играют две сборные. От России представители семи городов. Со стороны американцев семь заключенных города Чикаго. Разыгрывают две партии по 15 минут. В нашей команде кандидаты в мастера и мастера спорта. Игорь Васильев, к тому же обладатель памятного кубка от Анатолия Карпова. Самый упорный соперник. До этого он отбывал наказание в колонии номер 33, где я также проходил службу. То есть еще с тех времен, так сказать, начинали его подготовку. Прошло шесть лет. Прибыл он опять в мою колонию отбывать наказание. Как бы в принципе уже у нас бывает наказание около полутора лет. С самого начала он у нас принимает участие в кружке шахматном у нас. Действует шахматный кружок. И во всех соревнованиях. Игра выдалась непростой. Если в первом туре Игорю понадобилось всего три минуты, чтобы поставить мат американскому сопернику, то во второй игре пришлось менять тактику. Во второй партии, которая по времени выиграна, к сожалению, то есть мне пришлось самому, так сказать, рисковать. Я открыл полностью короля, то есть дал ему возможность как бы атаковать меня. И в тот же момент, то есть контратакой, то есть хотел ему мат поставить. Российская сборная разгромила заокеанских шахматистов со счетом 12-2. Любопытно, что американская сторона стимулировала своих участников перед игрой. Каждому из заключенных, кто смог обыграть россиян, была предложена пицца на выбор. Как минимум два заключенных заслужили праздничный ужин. Организаторы турнира заверили, что и наши победители не останутся без поощрения. Полина Попенец, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Саратову добавили восточный колорит. На базе лицея интерната естественных наук прошел фестиваль «Восточная симфония». Опытные и начинающие танцовщицы продемонстрировали искусство танца живота, пластику и гибкость. Оценила Елена Петрова. До выхода на сцену считанные минуты, но она продолжает репетировать. Татьяна Захарченко – одна из участниц хореографического фестиваля «Восточная симфония». Уверена в танце. Главное, чтобы зритель чувствовал его так же, как исполнитель. Танец был готов. Месяца за три, наверное, чтобы это было более душевным, чтобы можно было зажить душу полностью в этот танец. Чтобы чувства, эмоции моего танца чувствовали все люди, которые сидели и смотрели на меня, то есть зрители. Огонь зажигает уже на сцене. Взяла за основу классический танец живота, но дополнила. С помощью веера создает особую атмосферу. А во второй части танца демонстрирует характерную восточную гибкость и пластику. В фестивале «Восточная симфония» в этом году принимают участие более ста танцовщиц. Вот на сцену выходят самые юные из них. Они еще только изучают азы танца живота, но получается у них не хуже, чем у взрослых. Фестиваль «Восточного танца» проходит в Саратове уже седьмой раз. С каждым годом участниц все больше, растет и их мастерство. Главный критерий, по которому оценивается выступление – соответствие жанру. Танец обязательно должен быть восточным, правда, допускаются элементы из хореографии других культур. Безусловно, восточное направление, но уже со смешением стилей, добавляют латину, какие-то другие направления смешивают. Получается очень интересная, разнообразная программа. Но, безусловно, в рамках бали-данса. Пока в хореографическом фестивале принимают участие танцовщицы только из Саратова. Возможно, что уже в следующий раз, говорят организаторы, состав участников будет значительно шире. И побороться за звание лучшей смогут жительницы всех населенных пунктов Саратовской области. Елена Петрова, Александр Бачков, Саратов-24. Саратовские автолюбители прошли квест в рамках проекта «Формула Авторадио», приуроченного к 80-летию региональной госавтоинспекции. Авторадио «Саратов» организовала тематический квест. Он представляет собой соревнования на автомобилях. В состав каждой команды входят максимум три человека. При этом обязательное условие, чтобы в их числе был хотя бы один участник с правами и стажем вождения не менее трех лет. Каждой команде давалось 11 заданий, шифры к которым были зашифрованы. Нужно было найти и разгадать их все, чтобы прийти к финишу. Но сложные задачки – это не единственное, над чем пришлось поломать голову автолюбителям. Гораздо сложнее оказалось не нарушать правила дорожного движения. С участниками в автомобилях присутствуют сотрудники БДД, которые фиксируют все нарушения, соответственно, начисляют штрафные баллы. Обедителем становится та команда, которая заработала наименьшее количество штрафных баллов и выполнила задания быстрее всех. Все цели были выполнены, все выполнили задания, пришли к пункту назначения и остались в хорошем настроении. Пообещали выполнять правила дорожного движения, быть дисциплинированными участниками дорожного движения. Это уже второй этап соревнований. Первую команду финалисты определили 26 марта. После отборочных этапов пройдет финал, в котором встретятся две команды. 9 апреля они еще раз пройдут тематический квест, но уже с другими заданиями. Все участники получат подарки, а победителя заездов ждет главный приз. Шутили и смеялись. В минувшие выходные саратовцы отметили день смеха и веселья. Праздник, приуроченный к 1 апреля, для горожан организовало издательство «Московский комсомолец в Саратове». На протяжении всего праздника перед жителями выступали лучшие вокальные и танцевальные коллективы города. Не забыли организаторы и про маленьких гостей праздника. Для них на площадке торгового центра работал музей занимательных наук, где дети учились выдувать большие мыльные пузыри. А те, кто постарше, вместе с родителями и друзьями, принимали участие в конкурсах, викторинах и соревнованиях. Все участники получили не только хорошее настроение, но и памятные призы и подарки от организаторов праздника. Несмотря на такую плохую погоду, несмотря на такое серое настроение, все-таки нужно веселиться, нужно дарить друг другу радость, смех. Ну и, конечно, праздник семейный, поэтому сегодня у нас наши гости будут отдыхать, развлекаться всей семьей. А самое главное, мы всем подарим не только хорошее настроение, но и море подарков от наших партнеров. Праздник замечательный, пришли всей семьей. Папа тут у нас и сыночек мой. Приходим сюда очень часто, на каждый праздник стараемся приходить. Очень весело, очень интересно. Ребенок принимает участие. Участие в празднике «День смеха и веселья» принял и наш телеканал «Саратов-24». Со съемочной группой жители города делились впечатлениями, а также передавали приветы и поздравления своим близким. Увидеть их вы сможете в рубрике «Видеобудка», который выйдет в эфире нашего телеканала в ближайшие дни. Баскетболисты «Автодора» вновь одержали победу. Саратовская команда провела встречу с «Красным октябрем» из Волгограда. Матч чемпионата Единой лиги ВТБ прошел в ледовом дворце «Спорта Кристалл». В первой четверти гости оказались сильнее, они завладели преимуществом в 9 очков. Но уже во втором игровом отрезке «Автодор» вернул лидерство и сравнял счет. После большого перерыва черно-белые окончательно вырвались вперед. В третьем периоде отрыв от соперников составил 19 очков. Заключительный игровой отрезок прошел в напряженной борьбе, но справиться с напором «Автодора» «Красный октябрь» так и не смог. Итог встречи 102-95 в пользу «Волжан». Эта победа стала для черно-белых уже восьмой подряд. Следующий матч саратовская команда проведет 10 апреля против финского клуба «Байзенс». Пока общественники инспектируют саратовские заправки, экономисты составляют прогноз роста цены на бензин в этом году. С 1 апреля акции за поставку на нефтепродукты в России повысились на 2 рубля. На что могут повыситься цены и как превратить возможную спекуляцию? На это для других вопрос соответствует экономист Александр Милеров. Сегодня он гость в студии программы «Преварить», которая выйдет в эфир сразу после выпуска новостей. Я же на этом с вами прощаюсь. До встречи в эфире.